Прилужки При знакомом мы к табуне, декой гулял на воле Ты гуляй, гуляй, мой гоня, пока не споймаю Нас поймаю, да залу сдаю, шоковаю сгою Нас поймаю, да залу сдаю, шоковаю сгою Как поймал коза коня, да залу сгою Горил шпорами под бока, кон летит стрелою Горил шпорами под бока, кон летит стрелою Ты лети, лети, мой конь, лети, дорогися Возле милкиного товара, конь остановися Возле милкиного товара, конь остановися Кунь остановился, да милка пытаний Злупы вышла, да милка, с черными бровями Злупы вышла, да милка, с черными бровями Но не вышла, да милка вышла, да милка Здравствуй, здравствуй, да милый дядь, пожалуйте в хату А я в хату не пойду, ой, пойду во светлицу Развожу я крепким сном спящую девицу А девица не спала, ой, парня поджидала Правой ручкой ее обняла, да крепко целовала Правой ручкой ее обняла, да крепко целовала А девица не спала, ой, парня поджидала Здорово, Кивари, страничники! Здорово! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в эти дни Великого Поста Сегодня Православная Церковь устанавливает сугубое почитание Презвятой Богородицы Слово предоставляется директору колледжа профессиональных технологий Кириллову Павлу Васильевичу Дорогие друзья, уважаемые студенты И от имени своих преподавателей От имени студентов, которых сегодня нет Хочу сердечно вас поздравить с большим праздником Пожелать вам всем огромнейшего здоровья Прежде всего, счастья и долгий лета вам всем С праздником! Слово предоставляется клирику храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Иерею Григорьеву Здорово живете, станичники! Слава Богу! С праздником вас поздравляю! На днях у нас праздновался Церковью День Благовещения И станица наша, казачья, посвящена и именуется именно в честь этого великого события Благовещение значит благая весть Это известие было, наверное, самым важным за всю историю человечества Известил человека, Дему Марию, Архангел Гавриим О величайшем событии, которое должно было произойти И в тот самый момент оно и произошло Как говорится в Траборе, то есть в гимне праздника Благовещения говорится Днесь спасению нашему начаток и вечной тайне явления То есть сегодня начало нашего спасения И явилась вечная тайна Сын Божий и Сын Девич бывает То есть Сын Божий становится Сыном Девы И Гавриил благодать благорествует Бог стал человеком для того, чтобы спасти человечество И соединить с собой человеческую природу Воснеся ее на небеса и введя ее в Царствие Божие И ради этого человек только и существует И только пришествием Христа в мир И могло произойти объединение человека с Богом И древняя клятва, и древняя стена, которая возникла Преграда между Богом и человеком Была разрушена в событии Благовещения как раз-таки Поэтому поздравляю всех с этой благой вестью Величайшей вестью за всю историю человечества И я думаю, очень знаменательно и прекрасно Что станица была организована и основана именно в этот день И я надеюсь, что в дальнейшем от этой станицы нашей казачьей Будут одни только благие вести Ведь потому что возрождение нашей исконной культуры Донской и Волжской казачьей Это и есть возрождение нас же самих Потому что это древняя наша культура Это корень, из которого мы выросли И которым мы, собственно, и должны питаться И только тогда жизнь наша будет здоровая и полноценная А ежели от корня оторваться, тогда засохнешь И только в огонь тебя останется выбросить и все Так что предлагаю всем станичникам Жить церковными традициями казачьими Возрождать культуру и дух казачества Благодарю всех Попрошу атамана Алексея выйти на сцену И вручить ему, хотелось бы, икону праздника Благовещения Шестнадцатый век письмо преподобному Андрея Рухлева Пусть этот год сделает знамение нашей казачьей станции Люба, Люба Так, ну я вам еще, Алина, небольшой подарок Приготовил он будет в конце нашего сегодняшнего праздника А сейчас начинаем праздничную программу, да? Спасибо Богородица, Богородица, Матерь Света, Любви и Добра Ты, надежда моя, Богородица, И чудесных прозрений пора Богородица, Богородица, Как люблю тебя всей душой Ты, звезда моя, Ты, заря моя, Ты луч света в жизни земной Предыгоную, предлопадую Низко в пояс тебе поклонюсь Предладычице и отрадую Со слезами опять помолюсь Ты прости меня, Ты спаси меня В мой нелегкий час неземной От врагов моих защити меня Огради нерушимой стеной И от детях моих, Богородица Перед сыном твоим помолись Ты прости их всех, Богородица И на страшном суде заступись Всех скорбящих радость небесная Всех погибших взыскания вновь И невеста Ты, не невестная И печаль моя, и любовь Ты знамение, Ты споручница, Ты заступница на пути И покров Ты мой, и заступница И целитель каких не найди Богородица, Богородица Живоносный источник чудес Вся святая Русь тебе молится И долины, и горы, и лес И доская ты, и казанская, и актырская Все вы со мной И владимирская, валаамская И державная над страной Купола, купола небо синее Колоколь не считать не берусь Звон плывет, плывет над Россией Пробуждается матушка Русь Богородица, Богородица Матерь света, любви и добра Ты, надежда моя, Богородица И чудесных прозрений пора Православные люди, мы хотим помочь государству московскому Не пожалеем животов наших, станем все, как один За русскую землю, за дом Пресвятой Богородицы С такими словами взывал Козьма Мини в сухору к русским людям Убеждая их подняться на защиту и спасение Отечества И как свидетельствует вся русская история На протяжении целого ряда столетий Это возвышенное наименование не было лишено самого глубокого смысла Все важнейшие события исторической жизни русского народа Так тесно связаны с почитанием Пресвятой Богородицы Которая в трудные моменты Тотчас приходила ему на помощь Избавляя его от врагов сильнейших Что действительно Родина наша была как бы домом ее В котором она постоянно обитала И это свое незримое, но тем не менее Всегда реально ощутимое присутствие На русской земле Она являла через многочисленные чудотворные иконы Которые благовейно чтились русским народом Не как идолы по наглому утверждению сектантов Но как видимые знаки Символы ее невидимого присутствия И покровительства русскому народу По вере русских людей От икон этих источались бесчисленные чудеса А в критические моменты Угрожавшие саму историческую бытию русского народа По усердной молитве перед этими иконами Пресвятая Богородица Воистину чудесно спасала русскую землю От страшного разорения А русский народ от погибели Донская икона Божьей Матери Заступница земли русской Этот образ Пресвятой Богородицы Принесли с собой на полюбово поле Донские казаки из городка Сиротина Где икона пребывала в Благовещенской центре После битвы казаки преподнесли ее Возвращавшемуся с победой Святому благоверному великому князю Дмитрию Князь принес икону в Москву И сначала поставил ее В Успенском соборе Московского кремля А по сооружению Благовещенского собора в Московском кремле Перенес образ туда В память о победе на берегах Дона Икона получила название Донская Благодарность Пресвятой Богородице За милость явленную через Донскую инею икону Был основан Донской монастырь В котором был поставлен список Копии из чудотворной иконы Этот чудотворный список И до ныне пребывает в Донском монастыре Икона же из Благовещенского собора кремля Находится в Государственной Третьяковской галерее Один раз в году накануне дня празднования Донской иконы Пресвятой Богородицы Образ из Третьяковской галереи привозят в Донской монастырь Где он становится доступным для поклонения верующих Улюбинская икона Божьей Матери Явление Улюбинской иконы Божьей Матери Последовало 8 июня 1827 года Образ был найден двумя отшельниками Посвятившими свою жизнь служению Богу И жившими в уединенном месте Неподалеку от станицы Улюбинска В урочище, называемом Каменной Баират Это место представляло собой крутой скат к реке Хабер Покрытый лесом и изрезанным глубокими оврагами Здесь две деревни у источника и была обретена икона Некоторое время она хранилась в Ижине Ставиц А потом образ был перенесен в казачью станицу Улюбинскую Входящую в область войск Донского В 1854 году икона была поставлена в Приходском станичном храме Покрово Пресвятой Богородицы Где хранилась в резном позолоченном киоте К нему было привешено много дорогих серебряных ломбард Благодарим мирянам, которые молились перед образом И получили исцеление В 1950-х годах икона Божией Матери Улюбинская была утеряна Сохранились четыре списка иконы Они также обладают чудодейственной силой помогать молящимся Один из которых находится в Покровском храме города Улюбинска Чудотворная икона Божией Матери Улюбинская Учитается верующими, как самая большая святыня Волгоградского края В последнее время уже несколько лет проходят крестные икоды Волгоградской области с этим чудотворным образом Августовская икона Божией Матери Икона посвящена чудо-явлению Божией Матери На ночном небе русским воинам в начале Первой мировой войны Данное явление Богородицы 1 сентября 1914 года по старому стилю Божьей Матери с Богомолоденцем в руках на небе видели воину По крайней мере двух различных воинских частей Находящихся в районе боевых действий Близ города Мариамполя, Сувалкской губернии В настоящее время это территория Польской Республики Введение явления Божьей Матери было в ночь с 31 августа на 1 сентября 1914 года Под городом Мариамполя между 11 и 12 часами ночи По сообщению поручика Керасирского, полка Зернеца Условие, при которых было это видение, было в высшей стиле нетрагическое До нас сохранились рассказы очевидцев явления Божьей Матери В числе первых это явление видел Керасиргия Величества Овозный Дмитрий Серегин, стоявший в это время на часах Он рассказал следующее Я стоял на часах Посмотревши на звездное небо, я увидел особенно яркую звезду, которую я долго любовался Потом я увидел, что вокруг этой звезды появился круг из сияющих звезд А самая первая звезда начала темнеть И на месте ее стал вырисовываться образ Божьей Матери С младенцем Иисусом Христом на левой руке А правая была немного вытянута И мне казалось, что она нас ею будто благословляла Божья Матерь смотрела в направлении города Мариамполя Вокруг головы ее было яркое сияние Изображение Божьей Матери было видно до пояса А остальные части тела ниже порция были закрыты облаками Лик ее был спокойный, не строгий, а скорее ласковый Явление это я видел очень отчетливое ясно Продолжалась она минут 10 или 15 Было им очень поражено Потом побежал сообщить об этом своим товарищам Когда возвратился и опять начал смотреть То видение это уже очень изменилось Оно было то же самое, но только уже бледное, слабо заметное Постепенно превратившееся в светлое пятно На фоне этого пятна можно было заметить Изображение креста, как бы из облакона На месте этого видения после светлого пятна Опять засияла та же яркая звезда Видели это и другие солдаты В стороне казачьих худра Клецко-Почтового Была написана икона Агустовской Божьей Матери Которая находилась в Кременском Вознесенском монастыре Созданном в 1711 году при императоре Петре I Кременско-Вознесенский монастырь Как гласят древние предания Основан близ место, на котором некогда убили семь братьев Отшельников, убитых разбойничьей шайкой Точная дата икутиннической смерти неизбестна Но о достоверности данного события Свидетельствует одна возвышенность В верстят монастыря, где установлено семь крестов За годы своего существования Кременско-Вознесенский монастырь пережил многое Войны, государственные перевороты Был не единожды разорён И вот сегодня Одна из древнейших обителей Волгоградской области Начала новый виток в своей многовековой истории В этом году обитель Отмечает 300-летие со дня основания Кременско-Вознесенский монастырь 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 Кол Birth Bre dro úber Средоточmentedcore Пр Belgian Тяжкую улучшенность вели большинство веков, веков, веков и сокрыли, и безжалости уничтожали, взрывали, жгли и превращали в тюрьму, никому малишонно, в склады и сценарии. Немендуйся, если в паре Сталин Мехаиловского и Северского морозка, в гипотреблении содержали больных преступников, стезерных детей и скотин. При былом гордостью казачества находился на свечении войска, находив здесь в покоении, обретая душевное покойство, мастерские братья, раненые, уменьшенные войны, престарелые снижения казаки. Единая, как истинная казачественная церковь, обещавшая в движении террора и разорения. Единая и надежда на возрождение. Немного лет говорят, что море не вокруг, что дом казачий – это просто бред. Склонись к поклону, коль не хочешь беды. Забудь о том, что род твой жил с таницы, его там нет, как нет твоей страны. Для нас, сословия, вы только на границе, а не народ, и нет у вас земли. Забудь твой дом, что превратился в пепел, то место уж полы не взросло. Остался там свободным шерк и ветер, а казаков, кто выжил, унесло. Забудь ты сей, теперь там только в поле, кому трава России не нужна. Прошлась полгом она по всей цивильной доле, посеяв там покорные хлеба. Забудь, что было, все давно смирились, благо их теперь уж не сыскать. Среди непомнищих родства вы растворялись, и ход истории вам наш не поменяли. А я все помню, дом казачий помню, не выдрали мне память никогда. И коль прошли свой свет у камня ломню, присут казачьи мы вернем, друзья. Не тот народ мы братьем, чтоб смириться, не те мы люди, чтоб забыть свой род. Нам с вольным ветром надо вновь дружиться, и из непомнищих начать святой исход. Гимн Казакин. Солыхнулся, взволновался православный тихий дом, И послушно отозвался на призыв свободы он. И послушно отозвался на призыв свободы он. Дом сынов своих срывает рук державный войсковой. Атамана выбирает всенародною душой. Атамана выбирает всенародною душой. Зеленеет степь родная, колосятся уныне. Из простора до летая войны слышится призыв. И с простора до летая войны слышится призыв. Славься, доты, в наши годы, Побяк в дольной старины. Частки взводы, честь свободы Отстоят твои сыны. Частки взводы, честь свободы Отстоят твои сыны. Вне всякого сомнения, Донское казачество является феноменом мировой истории. Расположившись на территории дикого поля, казаки сумели отстоять и закрепить за собой ту землю, на которой мы сегодня с вами живем. Последние два столетия Казачеству пришлось выдержать Невероятные по силе и мощности удара судьбы. 24 июня 1990 года Состоялся первый организационный круг Волгоградского округа. И уж так повелось, Что казаки всегда были сильны Своим единством и своими лидерами, Вожаками. Первым атаманом Волгоградского округа Избрали казачьего полковника Александра Алексеевича Бирюкова. На базе ДК Гагарина Инициативная группа казаков, Возглавляемая Медведевым, Собрала организационное правление С повесткой Создание районного казачьего общества. В том же году Был создан организационный круг казаков Краснооктябрьского И близлежащих районов. Первым атаманом СКО Благовещенское Был выбран Войсковой старшина Медведев Геннадий Никитович. Родился 22 мая 1947 года В хуторе Приваловском Умышинского района Волгоградской области. Он был Замечательным поэтом. Признавался, Что от полноты жизни Сам не заметишь, Как запоешь. Проводил беседы С казаками О возрождении казачества Через работу С казачьей культурой И через книги Живых людей и писателей. Вместе со станицей Принимал участие В закладке И строительстве храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского И при закладке Церкви всех святых Мономаевом Кургане. Участвовали В параде Всевеликого войска Донского В городе Ростов-на-Дону Отошел Ко Господу 10 ноября 1993 года. В это время Зародился Ансамбль Казачкин Руководитель Протопопов Надежды Ивановны Являются Лауреатами Международных конкурсов С военными песнями Доставляют радость Зрителям. Сегодня Художественным Руководителем Ансамбля Является Носова Елена Петрова Встречайте Ансамбль Казачка АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Сказал, что наша цель – это просвещение. Давайте в эту работу окунемся с головой. Я думаю, что это благая была весть для нашей станицы. Любви вам, радости, согласия. А самая донская традиция по горам Карпатским. ПЕСНЯ 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 казах. Был выбран атаманом в 2000 году по образованию инженера лекции. Трудолюбивый, целеустремленный, образованный, милосердный человек словом. Говорил «Слава Богу, что я казах». Гордился казачьими традициями и с удовольствием передавал их молодому поколению. Создается группа детского сада, номер 96, ныне 247, по патриотическому воспитанию через занятия с историей и культурным наследием доски казаков. С его легкой руки были созданы худора Соломатинский и Покровский. Также при нем выходила газета «Каза». Очень много писал газету казачьей группы. Традиционно принимали участие в крестном хадов на группу, посвященному Дню Победы. Организована продуктовая лавка. Станица в лице казачьих ансамбля проводит праздник Покрова Пресвятой Благородицы. Зародился ансамбль «Семья». Основу коллектива составляет «Семья», так как «Семья» для них одна из главных духовных ценностей. На сегодняшний день коллективы имеют несколько возрастных групп, от 7 до 20 лет. На протяжении многих лет радуют своими весами не только волгоградцев, но и зрителей других городов. А руководит ансамбль Дмитрий Викторович и Наталья Владимировна Бурова. Встречайте! Ансамбль «Семья»! Я думаю, все сидящие в зале понимают, что после таких мастеров уже выходят на сцену еще. Но мы благодарим вот это замечательное учреждение в лице Павла Васильевича, директора, в лице Ольги Владимировны, замдиректора, за то, что они приняли нас. Вот это помещение для нас стало родным, потому что все, кого вы сейчас видите, может быть, частично, не совсем все, еще в будущем есть у нас абитуриенты, они, в общем-то, являются студентами вот этого, того самого большего, в котором вы сейчас находитесь. И легкие руки, они нам помогли организовать сбор песен, мы собираем песни настоящие, те песни, мы ездим далеко, 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 и собираем песни. Вот сегодня отнес таких песен, мы сегодня вам покажем. Утром рано, весной, наряду тих крепостной, Расподнялся, пушка, и посиделай, Расподнялся, пушка, и посиделай, И тут на бушке сидел, сам на крепость глядел, И сквозь прозрачные волны туманы, И выстрел грянул порой, Зыг раздался полной, И по крепости двой прокатился, И по крепости двой прокатился, И он крышечки на немеде, И по пакетам на веке, И на площадь бягой, подежали, И на площадь бягой, подежали, И солдаты в рядовы выезжают, И на площадь бягой, подежали, И зацепла бягой, И по неправость глядел, И на площадь бягой, и в рамках бягой, и в рамках бягой, и в пороге, И по плечам на веке, с юным рамках бягой, и в камень, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 С 18 сентября 2004 года атаманом станицы избирают Леонтьева Евгения Александровича, родившегося 4 октября 1954 года. Силами художских атаманов Богдановым, Кругловым и Белоусовым проводилась и проводится работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи, возрождение традиций и обычаев казаков. В момент зарождения станицы Богдановым Павлом Юрьевичем на базе духовно-нравственной школы «Славянка» был создан патриотический клуб «Честь имею», который на сегодняшний день перевернуло молодежное объединение, которое организовывает и проводит мероприятия районного, городского и областного уровня. Славянка Славянка Атаман Кругловый был создан музей казачьей горницы, в котором регулярно проводятся мероприятия по возрождению казачества с дошкольными и школьными учреждениями. В городских мероприятиях обучающиеся МОУСОЖ-34 первые места заняли в 2008 году донская красавица Филимонова Мария, внуки деда Ермака Владимир Гребенников. В областных мероприятиях первое место занял в русском ВИТИЗе Егор Попов, и в 2010 году студентка колледжа профессиональных технологий заняла первое место Пономарева Ирина. АПЛОДИСМЕНТЫ Станица также принимала участие в перезахоронении участников Великой Отечественной войны. Создан отряд муниципальной казачьей дружины. Образовался самодеятельный ансамбль «Растолье», любящий старинную казачью песню. Истинная калужинская казачка Зинаида Ивановна Квачева, прекрасный дишкан Зинаида Кузьминична Ягунова и замечательный человек Круглова Галина Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Особенно хочется открыть станишников старшего поколения, которые внесли значительный вклад в развитие станицы и по обычной являются Советом Стариков. Сверидов Степан Неконорович, передавал председатель Совета Стариков, является активным участником всех мероприятий станицы. На сегодняшний день проводит большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Входит в Совет ветеранов Краснооктябрьского района и является руководителем секции «Последний призыв 1927». Белоусс Николай Иванович является станичным писем и казначением. 15 лет руководил пресс-службой. В 2000 году командирован станицей «Волк» для собрания книги памяти, посвященной десятилетию возрождения казачества. Писатель, поэт, воспевающий красоты былого дона. Авторское стихотворение «Россия». Просьте. Предсказание посвящено Решине Леониду Яковлевичу науму нашему, уважаемому. АПЛОДИСМЕНТЫ Микрофон дайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Если во рядущем столетии Мир завоюет любовь, Не будет атак на рассвете, На шашках не спенится кровь, Не галкнет наш сотник матерый, На конь казати не трусит. За то, что порушило веру, Молись, обещавшая Русь, За то, что порушило веру, За то, что убьет царя, И в глаз сатаны обогрелы Мятежные дни октября. Сбылись предсказания пророков, Мир гибнет от лживых речей, И рвут, как бумагу зароки, И ценных своих палачей. Ты помнишь атаку кадетов? Ты помнишь атаку кадетов? То утро в начале рассвета Вела их на гибель любовь. Она их надежда святая, Их ангел на белом коне. Холодной снежинкой утая На бледном девичьем челе. Ты вспомни горы Кавказа, Чечню и Афганский двум, Ихистили ребят из спецназа, И горды Ерморский батальон, Когда же Россия проснется От горько пахменные руки, Глуши над миром еле прольется, Загадочность русской души, И вновь набукает почки, Поживу бушу и кровь, Любую, минуя любые отсрочки, Миром стаканет любовь. Наумов Леонид Яковлевич, Почетный атаман станицы Баррикадная. Стоянку истоков за рождение Станицы Благовещенская, Помещал информацию в газету «Казачий круг» События станицы, Писал статьи о моряках, О летчиках-героях Советского Союза, Был участником ансамбля «Казачка», Многократно награждался Почетными грамотами, Орденами, медалями. Его стараниями На острове Людниково Был отреставрирован Мемориальный знак И поставлен в 10-метровый Православный крест. Нельзя не рассказать О поэках «Казака» О таких замечательных людей, Как Корнеев Артун И пойманных Викторов. Более подробно о них поведет Атаман Кутера, Саламанин, Круглов, Галина Александровна. Позвольте я Статья к вам ближе. Я скажу несколько слов О Корнееве, Артуре Александровиче. Он был казаком Наших странных благовещенцев. Это человек, поэт. Он занимал в Советском Союзе, Скажем так, Немалый год. Замминистра по печати Советского Союза. Представляете? Издательство детской литературы Знают все, Кто подруководил этим Мемориальным Корнеев Артуре Александрович. Последние дни его жизни Были здесь, у нас, В нашей Волговещенской столице. Так вот, Я взяла Эпикров К его книжной выставке, Которая была у нас Организована в 19-й детской библиотеке, Что здесь, В Краснодарском районе. И вот такие Струки, Они говорят И о характере Артура Александровича, И о том, Каков он был человек. На листочке Детрадном В апреле Я судьбу свою думал Про честь. Голубой Написал Аквариндиум Слово Самое Главное Честь. В нем Слились Удивительно Разные Осветит Мой мальчишеский Мир И рука У Аполыша Красного Искрещение Древних Родин. Я думаю, Такие Все Не так давно 26 апреля Ему Присполнилось 75 лет. И В нашей Библиотеке Прошел День Памяти Поэта, Где были Учники Пятой Школы, Были Его Друзья По Перу Это Лев Примошенко, Владимир Маврозьев, Татьяна Бары Батурин Его Сестра Его Друг Детство О нем Говорили Читали Его Стихи И Кривошенко Такое Приложение Внес Чтобы Библиотеки Номер 19 Где Ну Наверное Это единственная Библиотека В городе Которая Полна Поэтов Казахов И проводит Мероприятие Подобного Долга И Было Вынесено Предложение Присвоить Нашей Библиотеке Библиотеке Номер 19 Детское Имя Корнеева Таким Предложением Поэты Выйдут В администрацию города Аликтери Пойманами Можно Сказать Коротко Но В этих Словах Будет Сказано Многое Человек Поэт Солдат Казак Мне Пока он был жив Он приносил Ко мне Какие-то Свои стихи И я Собирала Подшивочку И Потом После его Ухода В мир и ноль У меня Теперь Сохранилась Такая Травочка Я Казак Был Есть И Буду Так Вот Из Этого Прижития Было Напечатано Всего Два Стихотворения Вот Одно Из них Я не Полностью А Кусочек Прочитаю И Уже По Этим Стихам Его Вы Поймете Что Это Был За Человек Мне Дед Сказал То Кровецов Запомни Заповедь Отцов Нельзя Жить В мире Просто Так Ты По рождению Казак Расти Служи На страх Врагам Но Слабого Не трогай Сам И Помни Что На свете Есть Казачья Воля Долг И честь Есть Такая Мечта Предложение Все Стихи И рассказы Которые Были Написаны Поймановым Может быть Издать Хотя бы Небольшой Книжечкой Мы Сейчас Над Этим Вопросом Работаем Ну Это Мы Говорили О тех Кого Уже Сейчас Смин И Несколько Слов О тех Кто Здесь С нами О Николае Ивановиче Белоусове Уже Говорили Но Он Человек Скромный Я могу Добавить То Что Он Был Дважды Лауреатом Конкурса Казачество Моя Пудьба И Это Было В 2007 Году И В 2010 Его Рассказы Стихи Печатаются Очень Часто На страницах Газеты Казачий Круг И Люба Николая Иванович У нас Еще Один Человек Поэт Царицынский Анатолий Иосифович Он Долгое Время Был В Апаре С бывшего Руководства Нашей Станицы Но тем не менее Этот человек Который Продолжает Работать Пишет И о казахах Он Объединил И возглавляет Литературное объединение Лира Где Писатели И поэты Люди Которые Пишут О казачестве Вообще О жизни Это люди Инвалиды И тем не менее Вот Они собираются И Общаются И дай бог им здоровье Долгих нет жизни Вот А таких Людей Которые Работают Во славу Нашей Станицы Казачьей И во славу Казачества Любим всем В декабре 2010 Года Атаманом Станицы Благовещенская Избрали Святочева Алексея Васильевича Ему представляется Слово Здорово Казаки Казачьи Поздравляю С праздником Благовещения От всей души И с праздником На 20-летие Нашей Станицы Хотел бы Так как на день рождения Госпожар Не ходит У нас Работа Велась И определенный результат К сегодняшнему дню Есть Ну во-первых Такой скажем Не совсем подарок У нас были На начало года Определенные долги У Станицы Некоторые законные Некоторые незаконные Законные мы выпутили Незаконные Оскорили И теперь у нас Станицы Начинают Чистые унисты Жить То есть мы не имеем Долго Сейчас ищем Хорошее Проходящее помещение Спасибо большое Нашим друзьям И руководству Польза За то что Представляет нам Приют Не только здесь В других местах Слава Богу Хорошо к нам относится Второй момент Какой То есть у нас Уводится Такое Это ее Станище Как говорят Такое Как бы действие Как удостоверение Казака Вот Оно будет Не просто Как бы Вот Как бы Форжу Мощен Да я не понимаю Зачем Вот Но как бы Оно не имеет Силы У государства То есть удостоверение Казака Будет иметь Определенные Прикли Человек Который Удостоверение Будет иметь Определенные Привилегии То есть у нас Заключены Сейчас договора С различными Предприятиями То есть люди Которые Обнуждаются Тихо лекарствами У которых У которых есть Автомобили Надо ремонтировать Автомобили И так далее То есть у нас Сейчас есть Уже по району И по городу Сеть предприятий Которые готовы Казакам По предоставлению Вот этого Удостоверения Давать скидки На продукцию На свои услуги Опять же На лекарственные Препараты И так далее От 5 до 50% То есть это Вот мы занимались Именно для того Чтобы была Определенная Социальная поддержка Для наших Членов Нашей общины Нашей станицы Кроме того Хотел бы сказать Чтобы мы не забывали О том Что у нас все-таки Не просто Какая-то формальная Организация А казачья община То есть По сути дела Казачья семья То есть Не стесняйтесь Если какие-то Разникают сложности У вас в жизни Неважно какие То есть они будут Ну Всемирно решаться То есть у нас Достаточно много людей У нас есть их Предприниматели Есть сотрудники Силарусства Кто-то так далее То есть мы Должны с одной стороны Быть готовы Оказать поддержку Друг другу А с другой стороны Мы должны Всегда обратиться Вот В нашу семью Если вдруг Что-то происходит Не важно В какой сфере Вам нужна поддержка Есть мой телефон У нас есть сайт У нас есть выход Сейчас пока У нас как бы Информационный центр Это библиотека Юлия Уфа 54 Вот у Галины Александровны То есть С любой проблемой Вы можете обратиться Мы будем искать Во всяком случае Пути решения Я думаю решение Тем более У нас Наша община Наша страница Она скажет Днем усиливается Я думаю что Будет достаточно Серьезно Удиваться Все Всем спасибо Дорогие казаки Мы много с вами Слышали песен О веселых Задорных О жизни казака О его Воинских подвигах О его любви К родине К жене К детям Я бы хотел Еще сейчас Чтобы мы Послушали Как звучит Молитва Казака Как он Обращается К Богу Как звучит Его молящаяся Душа И звучит Она конечно же Распевом Необычным Этот распев Не тот Который Мы сейчас Слышим в церквях А распев Древний Очень воинский По своему духу Очень аскетичный И даже можно сказать Монашеский Ведь казак Он в душе В своей Монах Внешне он Воин Который побеждает Врагов Государства А в душе Своей Он воин Который побеждает Врагов Божий И так же А самый высший Воинский чин В церкви Это Чин Монашеский И поэтому Казачье пение Оно и Монашеское Оно и Воинское Аскетичное Подвижническое Такое Вот И сейчас Хор Храма Святителя Спиридона Тревикунского Настоятелем Которого Я являюсь Исполнит Для вас Несколько Знаменных Песнопений Да Я не сказал Эти песнопения Знаменного Распеха Так он назывался Знаменный Столповой Распех Песнопения Посвященные Празднику Благовещения Этот Распех Необычный Многие Из вас Я думаю Услышат Лишь впервые Но я могу Сказать Как священник Для вас Если Это Тебе Не понравилось Значит Ты не совсем Православный Человек Если тебе Это не понравилось Это значит Что ты совсем Не казак И не совсем Русский Вот То есть Это Как бы Такой критерий Но конечно С другой стороны Как у нас Получится Это исполнить Так что Прошу Сильно Строго Не судить Дорогие Братья Выходите Трапарь Благовещению Калашниковский Сборник Транскрипция Иисуса Белинского Искольковой Номации Круга Благовещению Смирю Нашему Начаток И Вечер Ней Тай Роденнике Сим Божий Сим Деревич Благовещен Слово Предоставляется Богачкову Николаю Яковлевичу Я находился Командироз Не в Московской области В Московской области Город Воскресе Как обычно Мы мало знаем Как там Бывают люди В других регионах Как Здесь Мы Вам быстро Говоря Откуда Благовещение По городской области О казачья Края Как казаки Казаки Жили Живут И будут жить И кстати Все Склонно Относятся Никакой там Как у нас История Жандарма Не было Все Довольны Что мы Рождаемся И существуем И вот Один мой товарищ Начальник смены У него У него Фамилии Казаков Александр Сергеевич Лилидиозный Человек Очень порядочный Ну как Большинство Общаясь С народом Порядочные люди И Относятся Ко всем Ко всем Кто приезжает Нормально И вот он Знак Так сказать Уважения Казакам К нашему Возрождению Попросил меня Передать Ну я сказал Вот у нас Станица Благовещенская Которую Я состою Он говорит Ну передайте От меня Вот икону Ну очень символичный Всех нерадостный Это Так сказать Все Благодарю вас Всем Казачья культура Основа Основ Казачьего народа Переживая Сегодня Своё Второе Рождение А потому Донские Казаки Как народ Равный С другими Народами России Уверен В своем Будущем В будущем Православного Донора Нелёгким Был Двадцатый Век И жизнь В безбожной Мгле Воды Духовной Нищеты Остались На земле Забыли Мы О Господе Погрязли Во грехах Всемилостив Владыка Наш И всё В его руках Прости Нас Господи Прости За все Грехи Прости Утратив Веру Не смогли Мы Путь Тебе Найти Прости Нас Боже Дай Нам Сил Изгнать Из сердца Зло Помилуй Нас И помоги Принять Твоё Тепло Ты Научи Нас Господи По заповедям Жить Вновь Верой Православную Россию Россию Укрепить Святую Русь Которую Ты Много Рас Спасал Но Род Людской Неправедный Опять Тебя Предал И Снова Тучи Тёмные Нависли Над Страной Вставайте Люди Русские Единую Стеной Жестокая Незримая Кругом Идёт Война Отечество В опасности Воспряньте Ото Сна Сыны России Дочери Не в силе Правде Бог В единстве Суть Спасения Для тех Кто Изнемог И Есть У нас Заступница Защитница Руси Спаси Нас Матерь Божия Святую Русь Спаси Поклонимся Всевышнему Покаемся В грехах Попросим Бога Нашего В молитвенных Слезах В своем Небесном Царстве Нас Божие Помяни Господь Всех Сил Святую Русь Спаси И Сохрани Благодарю Всех Присутствующим В этом Зале За Внимание Огромное Спасибо Директору Колледжа Профессиональных Технологий Кириллу Павлу Васильевичу Настоятель Крама Святого Праведного Иоанна Пронштадт Сова Ибумену Елисею И всех Кто принимал участие С праздником Субтитры 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 Субтитры